Продолжим морфологический разбор Суры Аль-Наср. На прошлом уроке мы поговорили о глаголе «саббих» в третьем аяте «Фасаббих бихамди Рабби кавасаву фирху, иннаху кана таваба». Дальше, «бихамди Альба» — это харф-уджар, предлог родительного падежа, а значит, как слово с неизменяемым окончанием, калиматин мабниятун, с неизменяемым окончанием не будет рассматриваться наукой сарф. «Хамдун» — это мастер, это имя-действие от глагольного имя, от переходного глагола «Хамеда Яхмаду» — порода «Фауэля Яфулю». «Хамдун» — по модели «Фауэлун» — «Исмун», «Сулясийун», «Мужарадун», «Сахихун», «Салим» — трехбуквенное имя, первообразная форма, здоровое, правильное имя. Имя «Роб» мы уже разбирали в суре «Аль-Фатаха» и в суре «Ан-Наба». «Аль-Каф» — это «дамир» — местомением, значит, как слово с неизменяемым окончанием, калиматин мабниятун, не будет здесь рассматриваться. «Аль-Ва» — это харф, значит, тоже слово «мабни» — не будет рассматриваться. «Истагумфир» — это «фи'лю амрин» — глагол повеления, форма приказа по модели «Истафель» от глагола «Истафэр» и «Истафэр» — парода «Истафа» или «Истафэлю». «Истафэр» образована от глагола «Настоящее будущее время» от глагола «Аль-Мудари» от «Астафэру». «Харф Та» — являющийся харф «Аль-Мудари» — приставка, при помощи которой мы образовали «Аль-Мудари» форма «Настоящее будущее время» от «Мин-Аль-Мады» — от формы «Прощечь времени» — вот этот харф, он удаляется. Затем мы усекаем огласовку дома на конце, согласно правилам, которые гласит, что окончание глагола «Повеление» будет таким же, как и у глагола «Настоящее будущее время» поставленного в состояние «Аль-Джазм» — усеченное состояние. «Аль-Амру юбна аля ма южзаму бихимудари» — если в нашем примере глагол «Тастагуфир» в состоянии «Джазм» будет с суконом на конце, например, «Лам-Тастагуфир», то то же самое будет и на конце его повелительной формы «Истафэр». Значит, после удаления «Та» в начале формы «Аль-Мады» и удаления огласовки или, скажем, усечения огласовки на конце у нас пока что получается «Стагуфир», за чего мы должны добавить, провести в начале «Хамзат-Луосли» — соединительное «Хамзу», так как арабское слово, будь то глагол или имя, не начинается с укунированной буквы. Поэтому мы скажем здесь «Истафэр». «Истафэр» — это «ФИАЛЛУН СЛАТСИЮЛМАЗИДУН ФИИХИ СЛАТСИТУ АХАРФИН». Это трех букв, но глагол с добавлением трех букв в начале. Буква «Хамзат-Син-ИТА» в этом порядке. «Сахихун САЛИМ» — здоровый, правильный глагол. «Мута'аддин» — переходный глагол, на что указывает его «Мафулбихи» — прямое дополнение, то есть «Ха-Уддомир» — местомение «Ха». Глаголы этой породы часто указывают на поиск действия, просьбу или требование совершения действия. Так, значение глагола «Истафэр» — это «Утлюбильмауфэр» — это «Проси прощения». «Аль-Ха» — это «Домиран», а значит, как слово «Мабни» — слово с неизменяемым окончанием пропускается, как не подлежащее морфологическому разбору. «Каждое из этих двух слов», то есть частица «Инна» — харф «Инна» и «Ха-Уддомир» — местомение «Ха», следствие местомения «Ха» — каждое из них — это слово с неизменяемым окончанием, а значит, мы тоже пропускаем их. «Ка-На» — мы уже несколько раз подробно разбирали этот глагол. «Ка-На» — фи-у-лин-маддум глагол «Прощающего времени» по модели по форме «Фа-Ла». Значит, в основе у нас было «Ка-На» — «Тахар-Р-Кат-Иль-Вау» — буква «Огласована» ван-фатаха ма-кабля, а предшествующий бук «Огласована» фатхой «Фа-Кулибат-Альфан» — вследствие чего «Вау» заменили на «Альф». «Инша Аллах» — мы подробно поговорим о теме «Му-тал-Лат» — глаголах со слабыми буквами в уроке по книге «Таслиф-Аль-Иззи» — «Инша Аллах». «Ка-На» или «Ка-На» в основе это «Фи-у-лин-су-ля-си-ун-муджар-удун-у-ай-ру-сахи-хан» — трехбуквенный глагол в первообразной форме «нездоровый глагол». «У Иерусалима» — неправильный глагол, так как это «аджвов» — глагол, у которого «Айн», то есть его вторая корневая буква, является слабой буквой, больной буквой «Вау». «ТАВВАБАН» — это у нас «Исмун-а-ла-возни-фа-Аль» — имя по модели «Фа-Аль» — «мобалаху-тус-мин-фа-Аль» — «мобалаху-тус-мин-фа-Аль» — усилительная форма имени действователя при части действительного залога. То есть много принимающих покаяния. От непереходного глагола «ТАВА-ЯТУБА» — «ТАВА-ЯТУБА» — «ТАВА-ЯТУБА» в основе. «ТАВАБАН» — это у нас «Исмун-суля-фир-мазидун-фи-хи-харфани» — трехбуквенное имя с добавлением двух букв. «Буква «Айн» — то есть добавлением однородности, являющейся «Айн» буквы «Вау» — еще одной буквы «Вау». «ТАВАБУН» — «ФААЛУН» — а также добавлением «Алифа» — «Алифа» после «Айна» — то есть после буквы «Вау». Это у нас «ГОЙРУ САХИХАН» — «ГОЙРУ САЛЕМ» — нездоровое, неправильное имя, так как его «Айн» — его вторая корневая буква является больной или слабой буквой «Вау». «Вау» — «ВАЛЛАХУ АЛАМ»